Всем привет! С вами Снежанна и мы на канале Снежанна Снежок. И сегодня я вам расскажу и покажу, как сделать дрожание. Лучше посмотрите мой пример. А перед тем, как мы начнем, поставь лайк этому видео. Подпишитесь на меня в лайки и на меня в тиктоке. А теперь погнали! Для этого видео нам понадобится приложение лайк или тикток, где мы снимем наши видео и я вам покажу, как это все сделать по лайк-мошине и пауэр-директу. Для начала зайдем в лайк и выберем музыку. Я выберу вот эту. Присоединяемся, включаем слабо и я поставлю лампу. Вот так. Не снимаю обычное злоу-блок. Мне все нравится, теперь компаниям как частное. Нажимаем продолжить. Кто может видеть, личное и пост. А теперь можно проникновать к монтажу. Заходим в Light Motion, нажимаем на плюсик и выбираем размер. Нажимаем создать. Снова нажимаем на плюсик в медиа и добавляем наше видео. Разрежем наше видео в том месте, где мы хотим, чтобы у нас появилось дрожание. У меня это вот здесь. Разрезаем. Выделяем последнюю часть, нажимаем эффекты, добавить эффекты. В разделе искажения и деформации выбираем эффект плитка. Включаем ползунок отражения. Теперь снова определяем нашу последнюю часть, нажимаем эффекты, добавить эффекты. Теперь в разделе размытия выбираем эффект размытия движущего предмета. Этот эффект не самый главный, его можно не добавлять. Теперь снова добавить эффект в разделе перемещения и изменения. Выбираем эффект колебания. Заходим в эффект колебания, угол мы оставляем, а амплитуду снижаем. А частоту мы поднимаем практически на максимум. Давайте посмотрим, что же у нас получилось. Если вам не нравится такое отражение, частоту можно уменьшить. Теперь я хочу в том месте, там где я разрезала, добавить маленький переход. Теперь выделяю первую часть видео, нажимаю эффекты, добавить эффекты и выбираю эффект плитка. И включаю ползунок отражения. Выбираем первую часть видео. На панели выбираем перемещения и изменения. Теперь ставим ромбик там, где у нас должен начинаться наш переход и там, где заканчиваться. Не сдвигая курсор, ставим палец там, где написано проведите пальцем здесь. Поставили? Теперь не отрывая палец, проводим линию по экрану, в то место, куда вы хотите, чтобы сдвинулось ваше видео. У меня это верхний левый угол. У нас на видео должна появиться вот такая вот линия. Теперь подвигаем курсор между нашими ромбиками. И нажимаем в нижнем левом углу на квадратик с кривой линией. Теперь нам нужно построить ползунками так, чтобы наше видео стало на свое место. А так, чтобы наш переход не обрывался, мы сделаем все то же самое с другой частью видео. Выделяем вторую часть видео. Нажимаем перемещение и изменения. Снова ставим ромбики в начале этого фрагмента и там, где мы хотим, чтобы он закончился. Возвращаемся на начало фрагмента и снова рисуем линию только в нижний правый угол. Теперь снова ставим курсор между ромбиками и нажимаем на квадратик с кривой линией. И ползунками подстраиваем наше видео в правильное положение. Давайте посмотрим, что же у нас получается. Вау, получается очень круто! Прям как видео в старе. Теперь я вначале хочу тоже сделать небольшой переход. Выделяем наше видео, нажимаем перемещение и изменения. Ставим ромбики в начале этого фрагмента и там, где мы хотим, чтобы он заканчивался. Перемещаем курсор ближе к первому ромбику, но не на него. И рисуем ровную линию влево. Снова переносим курсор между ромбиками и нажимаем квадратик с кривой линией. Тоже подстраиваем. У нас получился прикольный сдвиг влево. Давайте посмотрим, что у нас получается. Теперь я хочу добавить еще один переход. Он называется переворот. Разрезаем в том месте, где мы хотим добавить этот переход. Выделяем предыдущую часть видео и нажимаем перемещение и изменения. Теперь нам нужно выбрать квадратик с круговыми стрелочками. Ставим ромбики, где мы хотим, чтобы начинался наш переворот и заканчивался. Не убирая курсор с последнего ромбика, мы крутим где-то до 60 градусов вниз. Передвигаем курсор между ромбиками и нажимаем на квадратик с кривой линией. И подстраиваем наше видео в правильное положение. Так, чтобы у нас переход не обрывался, мы проделываем все то же самое с другой частью видео. Только ползунули, теперь мы крутим не вниз, а вверх. Давайте посмотрим, что же у нас получается. Вау, получается очень круто! И в конце я тоже добавлю небольшой переход, как и в начале. Хочу вам сказать, что у меня эти переходы не получились с первого раза, а с 50-го. Так что пробуйте, тренируйтесь, не опускайте руки! А как добавить блики, я вам рассказывала в предыдущем моих видео. Так что ссылочка будет сверху. Так что переходите и смотрите! Меня все устраивает, теперь можно сохранить. Нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу. Экспорт видео. Нет, спасибо! И продолжить! Подождем, пока наше видео сохранится. И нажимаем на стрелочку сохранить в галерею. И смотрим видео первого лайкера! Ты королева под снегом, а я прыжь без колес. Ты по первому с лета, а я с тобой с первых доз. Хоп, лайк, лайк, лайк! Вау, у тебя очень круто получилось! Продолжай в том же духе, от меня огромный лайк! И смотри видео второго лайкера! Вау, у тебя нереально круто получилось! Продолжай в том же духе, от меня лайкосик! А на этом все! Я думаю, видео вам очень понравилось, и оно было вам очень полезным. И вы снимите подобное видео. А когда снимите, пишите хэштег Снежана Снежок и хэштег Хочу Видео Снежаны. Я вас найду и лайкну! Всех люблю! Пока-пока!